Здравствуйте дорогие друзья, с вами снова фирма Петерсон и я Эдуард Петер и мы продолжаем. Я сейчас только вернулся из магазина и в руках у меня такая штука, она называется Шнееручча по-немецки, а по-русски это просто санки, на которых с горки можно весело кататься. Но когда я посмотрел на лицо кассирши, которая мне выбивала чек, я понял, что она думает о том же, что и в русском стишке, стою на асфальте я в лыжи обутой, то ли лыжи не едут, то ли я. Но дело в том, что конечно у нас плюс 11 дожди каждый день и еще обещается на следующих неделях потепление, а я тут покупаю в надежде где-то прокатиться, что ли. Но нет. Дело в том, что мы с вами начинаем долгожданный экчен. Экчен с водой, с вином, с коньяком, не знаю с чем еще, там с пивом. И для этого мне надо хоть какую-то защиту от того, что будет литься на пол, растекаться, побрызгать на мои панели. Наверное, я их уберу на это время. Греха подальше. И вот, для этой цели я перво-наперво, может какой-нибудь тазик, наверное, использовать, но мне что-то подвернулось, тем более всего в магазине все равно было. Купил 4 евро там стоит. Итак, мы начинаем. Та-дам! Так, первая наша цель это создать стабильную более-менее водоотталкивающую систему. Поэтому я сейчас на дно приклею такие фетровые штучки, чтобы у нас была прямая противоположность. Не скользить она должна, а более-менее плотно стоять на поверхности. Что, конечно, не так просто, учитывая, что она уже немножко изогнутая, но мы это все дело поправим. Возьмем кусок пенопласта, ставим его сюда, между ручек, что уже хорошо. Закрепив здесь, мы можем создать очень такую стабильную систему, которая не будет бояться движений. Так. И сюда давайте мы селим плитку такую. Все. Видите? Хорошо. У нас не так двигается уже. У нас хорошо защищена. И теперь сюда останется поставить какой-нибудь стакан. Я возьму сейчас очень простой стакан для пробы сначала. Так. Сейчас я поставил тут фон сюда. И простой стакан простой воды. Начнем мы с этого. Будем сюда кидать такие вот штуки. И смотреть, что будет у нас получаться. Естественно, тряпочками надо запастись. Лишнее сливаем. Вот видите, уже тазик насколько хорошо помогает сразу же. Все. Не надо прям досухо все. Ставим опять на место. И сейчас одну вспышку я хочу сюда поставить. Поставлю ее на 1,128. Вот она на масте на 1,128. Вот сюда. И будем пробивать. Стараться. Если нам удастся на 1,128 это сделать. Ну, мы сейчас находимся в стадии экспериментов. Поэтому я не могу вам сказать. Сейчас точно. Мы прям в живую с вами это делаем. Так. Угол делаем пошире. Я делаю 24. Угол. Вот так. 24. Чуть отодвигаю. Вот так ровненько. Чтобы это не имеет никакого значения. Ну, для эстетики, скажем так. Да? Так. Берем камеру. Сколько у меня там синхронизация, по идее-то. Хотя тут не особо важно. Ну, попробуем сейчас. А с водой мы начинаем только потому, что воды, во-первых, много. Воды ниже. Балка. И мы будем с вами определять, какой уровень нужно с какой стороны бросать и как быстро надо нажимать кнопочник. Так. Проверяем. Сначала. Да, работает. Так. Я сейчас сделаю, ну, скажем так, 7 и 160 у меня. Пробуем. Чуть-чуть дырём. Сейчас вот так. 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 Темновато, ребята. Темновато. Но мы сейчас попробуем увеличить изол. Скажем так, до 600. Что это будет? Вот. Это уже нам более симпатично, скажем так. Хорошо? Можем, наверное, ещё чуть-чуть добавить. У меня, в общем, до 800. Нормально. Без всяких этих... пикселей. Ну, что ж. Поехали. Раз, два, три. Тих. О! Представляете? И мы сразу победили. Вот это да. Вот это мне нравится. Так. Так. А смотрим мы два сразу поймать. В кадр. Интересно. Так. Может быть чуть-чуть побольше сделаем водички. Нет. Два не поймали, но один точно поймали. А сейчас я попробую так, чтобы он не долетал. Попробую в полёте поймать. Знаете, и в полёте получилось. Ну, вот сейчас мы пойдём в фотошоп с вами и быстренько сделаем красивую картинку. А потом будем экспериментировать дальше. Ок? Итак, дорогие друзья, мы с вами в фотошопе. Давайте откроем два этих файла, которые нам нужны. Так. Одно у нас камушек летит. Так. Ну, давайте мы его и возьмём сейчас. Ctrl-A, Ctrl-C. Поставим сразу сюда. Вот он он. И поставим маску вначале. Вот так. И обрисуем здесь только то, что нам нужно. Белой красочкой, естественно. Так. Белый, белый, белый. Вот он у нас тут появился. И летит бедолага. Так. Мы его сейчас Ctrl-Кликаем. Зажимаем Ctrl-Кликаем по маске. И теперь можем отсюда. Ctrl-C, Ctrl-V. И вот этот слой уже удалить. И у нас остался тот самый Мунхаузен. Так. Проверяем. Ctrl-R. Ставим. И проверяем. Ну, конечно, горизонт у нас завален. Так. Не проблема. Во-первых, сразу сделаем здесь копию. Вот эти два слоя. Теперь сразу вдвоем. Ctrl-T поворачиваем. Ну, вот так. Хорошо. Повернули. Так. Выбрасываем. Теперь нам это не нужно. И можем сразу откадрировать. Допустим. Ну, вот так. Мне нравится вот такой вариант. Диагональ. Все. Давайте мы посмотрим на картинку. И мы сразу же увидим, что ее недостаток в том, что мы не дали место внизу. И у нас как бы вот здесь очень-очень коротко. Что делать в этом случае? Мы пойдем с вами в изображение. Размер холста возьмем. И добавим здесь по высоте, скажем так, 50. Сделали. Многовато. Но это не страшно. Теперь берем вот этот слой. Стоим на правильном слое. Да. И растягиваем его. Ctrl-T. И тянем его вниз. Не обращайте внимания на отражение. Сейчас нам это не важно. То есть, это говорит нам о чем? Надо сразу же следить о том, чтобы у вас было место. Чтобы вот этим не заниматься Photoshop. Сейчас я возьму перо. И просто вот это отражение вырежу. Скажу выполнить обводку контура. Нет. Зачем мне обводка? Нет. Мне нужно образовать выделенную область. Так. Нам один пиксель будет достаточно. Так. И Ctrl-C, Ctrl-F. Ctrl-T. Мы делаем это. Теперь отразить по вертикали. И тащим это дело вниз. Вот так вытащили вниз. Теперь, что мы еще делаем? Теперь уже вырезаем так, как нам нужно. Это где-то будет вот так. Отлично. И чтобы вот это у нас не происходило здесь. Вот это. Так. Мы сразу же ставим сейчас здесь маску. Желательно черненькую. Ctrl-I. Или можно было Alt сразу зажать. И убираем. Здесь проявляем ее только там, где нам нужно. А нужно нам вот только здесь. И все. Проблемное место это осталось чуть-чуть вот здесь. Но это мы сейчас тоже поправим. Вот так. Вот так. Никто тут ничего особо и не заметит. Скажем так, что у нас тут происходило и как. Тень есть тень. Окей. Мы это сделали. Еще раз. Чуть-чуть там у нас лишнее. Еще раз поправим. Вот так. Ну и достаточно. Теперь посмотрим, что мы можем сделать камнем. Камень у нас темный, потому что на него не попал как следует свет. Давайте мы его сразу высветлим сейчас немножко. Но видите, он высветляется сразу вот с этим, да. Поэтому лучше это тогда уже не делать. Или вырезать его полностью. Так. Ну-ка. Если что, мы его высветлим потом. Так. Первое, что мы сделаем. Ну вообще, вы знаете, давайте не поленимся. Давайте его вырежем в конце концов. Что же нам так тяжело что ли вырезать? Возьмем вот инструмент быстрое выделение. По нему прошли. Все. Так. Выделение. Уточнить край. Смотрим, как у нас. Немножко сгладим, чтобы ножницы у нас не были. Ножницами тут растушевочку сделаем чуть-чуть. Ок. Вот и все. Ctrl-C, Ctrl-F, остальное удалить. Готово. Теперь мы можем безболезненно это дело повыситлять немножко. Ну скажем вот так. Да. Вот так он будет с картинкой уже более-менее. И теперь давайте мы его превратим в летящий камер. Проще это сделать было тогда, когда я фотографировал. То есть уже не одна двадцать восьмое. Может быть другую поставить. И скорость смаз бы получился. И вообще есть куча способов делать искусственный смаз. Ну вот сейчас мы сделаем самый быстрый с вами. То есть мы возьмем сейчас фильтр. Так. Тут немножко по-другому. Хотя это и пятый, но это пятый Extended. Extended. Или как он называется. И он отличается от моего пятого. Поэтому мне приходится искать. Так. Размытие. Размытие. Вот мне не надо умно. У меня наверху стоит размытие в движении. Вот мы в движении и сделаем. Вот оно оно. Размытие в движении сделаем по... Смена. Лучше всего делать конечно на отдельном слое. Так. Делаем. Фильтр еще раз. Размытие. Размытие в движении. Вот он. Он двигается. Двигаем его побольше. Стань 90 градусов. Но не надо в сторону. Вот так. Окей. И двигаем это... Видите, я подложил этот слой под. Вот так. Вот так. Подложил. И теперь двигаю сам слой размытия наверх. Я для этого использую стрелочку наверх. Потому что поймать его сейчас сложно. Вот так. И не надо такую прозрачную. Мы сделаем поменьше не прозрачность. Вот. Вот так. Летит. Летит. И слава богу. Так же мы можем еще сделать здесь маску. Взять черную кисть. И посмотреть, где у нас слишком жесткие грани. И там эту жесткость как бы немножечко под убрать. То, чтобы совсем, но немножко. Я думаю, что было бы и неплохо. В начале полета. В начале полета. Вот так. Достаточно. Все. Камешек летит. Отлично. Далее. Когда мы все это сделали, всем этим довольны. Почти, да. Смотрим, нет ли у нас каких-нибудь на матрице. У меня, как всегда, какие-то пятнышки есть. Это для меня, в общем-то, привычно. Никогда ходить, чистить самого. Сам я боюсь. Так. Этот пока оставим. Вот этот пузырек здесь уберем. Он не нужен. Так. Потом. Вот здесь. Может быть. Вот в этих местах. Сейчас мы это инструмент палец. Замена светлым. Так. Вот здесь мы стоим. Соединяем эти два слоя, чтобы не мешались. Так. И почему он не работает? Это мне, конечно, загадка. Потому что у меня это все работает. Замена интенсивность 83. Образец со всех слоев. Ну-ка. Нет. Так. Итак. Вот тут мы теперь с вами уберем. Вот это нам не нужно. Так. Тут. Тут. Берем. Здесь. Матрица. И так. Прошлись. Полет нормальный. Готово. Теперь. Еще. Следите за краем, где вы снимаете. То есть, видите, тазик у меня здесь проявился. В нашем случае это сейчас не страшно. Но это говорит о том, что проще всего было повернуть нашу доску от 90 градусов. Все было бы прекрасно. Ну. Теперь, когда у вас все произошло, давайте мы сначала Ctrl-Shift-E сделали. Так. И начинаем смотреть. Во-первых, сделаем черно-белое. Вот так. Черно-белое сразу же соединяем. Черно-белое. Теперь смотрим по уровням. Да. Видим, что по уровням у нас не все нормально. Но на том и здесь. Вот так. Хорошо. Опять же соединяем. И теперь возьмем вот этот цветовой баланс и попробуем сделать то, что нам понравится. Допустим. Вот так. Голубой. Не умнаться за тобой. Хорошо. Хорошо. Света возьмем тоже. Добавим голубого здесь и синего. Вот так. Хорошо. Тоже соединяем. Идем. Здесь добавляем. Световую. Световую нельзя больше добавить уже. Все. То есть вот здесь мы останавливаемся пока. Да. Но. все. Мы же можем дальше с вами работать. То есть посмотрим насыщенность теперь. Вот так. Насыщенность нормальная. Тон. Посмотрим. Вот такой мы хотим допустим. да. И теперь сделаем следующее. Я обычно делаю так. Я беру сейчас этот. Вот. И делаю сначала темным. Вот так. Затемняю картинку. Все. И тут же превращаю эту маску в черную. Контур. Вер. Для чего? Для того чтобы мне не возюкать по всей площади. А я могу сейчас взять только вот. Белую красочку. Непрозрачность. Ну. Скажем так. Тридцать. Тридцать. Восемь процентов. Побольше. И вот так. Аккуратно. Вот здесь. Делать. Какое затемнение. Хорошо. Следующее. Мы повторяем то же самое. Соединяем. Повторяем. Но только теперь уже высветляем. Видите у нас там пересвет получился. Но нам этого не надо бояться. Потому что мы работаем с масками. Умеем с вами. Контур Е. И то же самое. Тоже самый фокус. С белой красочкой. Непрозрачность. 25 уменьшаем. И начинаем ездить там где нам это нужно. То есть. Проявляя. Проявляя. Низ не трогаем. Низ не трогаем. Так. Теперь сто процентов. Проходимся еще. Проходимся там где это уже физически есть. То есть. Как бы. Добавляем еще. Бликов. Добавляем немножко. Свечение такое. Где это возможно. Да. Но не увлекаемся. Не увлекаемся. Не увлекаемся. Делаем все это аккуратно и осторожно. Все. Так. Отлично. Соединили. Есть. Резкость. Еще сразу хочу сказать. Поэтому мы не будем по всей картинке тоже делать резкость. Особенно здесь где камень летит. Нам она совсем не нужна. И там сзади нам нужна только спереди. Смотрите что мы сделаем. Мы с вами сделаем то же самое. Копию сделаем. Потом пойдем в фильтр. Возьмем усиление резкости. Давайте умную возьмем. Она такая умная. Я не знаю. Так. Смотрим где у нас тут умная резкость. Так. Ок. Делаем вот так. Вот. К сожалению. Говорю. Все время мне не хватает шумодава здесь моего. И когда-нибудь может проинсталировать. Итак. Смотрим. Вот так. Было. Что-нибудь изменилось с умницей с этой. Ну. Чуть-чуть. Скажем так. Сделаем control shift еще раз. Вот. Это то что нужно было. Второй раз. И мы видим что уже полезли. шумы которые уже нам совсем не нужны. Поэтому. Делаем. Alt. И добавляем черную маску. И берем теперь только те места которые нам нужны. То есть. Теперь кисточка у нас белая. Да. И мы вот проходим вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. То есть. На самых передних. Так. На переднем плане. Мы как бы. Вот. Особенно здесь. Нам нужно. Вот тут. Пройтись. Как бы. Создать. Так называемую. Звенящую резкость. Так. Ну вот. И в итоге. Мы получили. Вот такую картинку. Еще. Мы конечно можем тут поиграть. С цветом. Сейчас я. Соединив. Все. Подождите. С цветом. Нам пока не надо играться. Пока мы не соединим. Все. Ctrl. Shift. Alt. Е. И вот теперь здесь. Мы можем конечно цвет менять. Можем. Уходить. Так. Можем уходить. Вот так. Сяк. То есть. Это я уже. Оставлю вам. На ваше усмотрение. Как вы это хотите. Насыщенность менять. Плодо черно-белый. Тоже неплохой вариант. Яркость добавлять. Уменьшать ее. Но это я бы не советовал. Так. Я пока остановлюсь. Вот на этом варианте. Он меня устраивает. И давайте. Я вам. Дам ссылку. На источники. На вот эти два источника. И вы можете их. Забрать. И дома потренироваться. Договорились? Ну вы дорогие друзья. Вот такую картинку я получил. В фотошопе. В принципе. Я считаю. Первый наш эксперимент. Удавшимся. Следующий. Мы наверное уже начнем что-то. С вином делать. Как бы. С вином. Я хочу испробовать свои. Пищевые красители. Как они будут представлять из себя вино. А если нет. Поеду. Куплю. Малиновый сироп. Куплю. Когда-то он мне очень сильно помогал. В этом деле. Ну. И еще у меня есть пара ингредиентов. Которые я хочу в следующем видео. Опробовать. И так. Дорогие друзья. На этом мы заканчиваем. Вы можете конечно. Делать с нами. Делать как мы. Но лучше если вы будете это делать. Лучше нас. Пока. Пока.